Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами ведущий Владислав Майструк. Моим собеседником сейчас будет Руслан Кухарчук, журналист и журналист. Вот с 5 по 7 ноября в Киеве проходил форум «Новые медиа и вечные ценности». Вот новые медиа я понимаю, а вот вечные ценности? Как? Это тоже должно быть всем понятно? Это что-то такое, что естественно для каждого человека от рождения. Вообще-то называется «Новомедиа форум», полное название, и просто название форума в этом году «Участвовать в переменах». А «Новые медиа и вечные ценности» — это просто слоган, девиз, который проходит через форум каждый год, начиная с 2011 года. Это, в принципе, «Новомедиа форум» — такое ключевое и самое масштабное событие в медиапространстве, вместо максимальной концентрации специалистов из сферы телевидения, радио, газет, журналов в одном месте в одно время. В принципе, такого формата мероприятия. Но вот просто «Новые медиа», просто какие можно определить ценности, которые вечные? Вечные, да? Ну, не знаю, там, «Свобода», «Ценность», «Ценность», «Истина», «Красота», «Справедливость», «Добро», «Польза». Но какие еще, какие вы предоставили? Ну, видите, вот то, что вы перечислили 100%, это являются вечные ценности. У нас, во-первых, это профессиональное событие, профессиональная площадка, поэтому, в общем-то, абсолютно все тематические сессии, которые проходят, это, там, три параллельных потока, 55 спикеров в этом году было, три дня, поэтому это профессиональное обучение, дискуссионная площадка. Но, тем не менее, в конце каждой сессии мы, в общем-то, спикерам задаем тот же вопрос, который вы мне сейчас задаете, это «Что для вас означают вечные ценности? И как вы это практикуете в своей повседневной профессиональной работе и в личной жизни?» Поэтому ответы очень разные, и это и «Правда», «Добро», «Вера», «Справедливость», о чем вы говорили, для кого это это «Бог», «Церковь», «Семья», «Любовь», «Дружба». Вот, и независимо от того, что отвечают каждые медиаработники, мы просто таким вопросом пытаемся напомнить, что они таки существуют, и даже в условиях… Ценности. Эти ценности, да, и даже в условиях такой конъюнктуры медиарынка, не стоит, наверное, о них забывать, даже в гонке за рейтингами, в гонке за рекламными бюджетами, в гонке за дополнительной аудиторией, в гонке за дополнительной спекуляцией на некоторых низменных чувствах и интересах зрителей, не нужно забывать, конечно, о вещах, которые не под властной времени и существовали, и до появления средств массовой информации будут существовать всегда. Ну вот, свобода же вечная ценность, правильно? Очевидно, конечно. Бог создал человека с правом свободного выбора. Вот сейчас, сегодня в парламенте обсуждается в том числе поправка к трудовому законодательству. Это та поправка, которая поставит точку, да, в возможности дискриминировать сотрудника по признаку его сексуальной ориентации. Вот. Давайте посмотрим видео, потому что там акция протеста под Верховной Радой проходит, а потом обсудим. Главная причина – это изменения в сообществе, которые нам нужны, которых уже давно требуют помады Украины. Они стоят и поделания коррупции, и борьбы с дискриминацией. И эти изменения являются первичными. Это последний шанс для парламенту хвалить законы, которые наблюдают нас до безвизового Европы и позволят украинцам ездить в Европу безвизового. Мы видим, что остались те же олигархи, мы видим, что в органах державной главы, в прокуратуре, в милиции остались те же люди, и только какая-то невеличкая вершина изберга меняется, но правда все, что под низом, остается те же, и поэтому нам доводится после Майдана снова и снова выходить и требовать изменения. Мы видим, что вы были такой людьми, и нам к ним выяснили, как вы ему это сказали? Я представитель ЛГБТ-спильного, я являюсь в ЛГБТ-гейм, и поэтому я выступаю именно за этот закон. Это уже наиболее тематика для нашей спільноты. Через то, что все 25 лет наши права, права человека, мы уже готовы бороться за свои права, мы и были готовы, но теперь мы будем делать это открыто. Таким образом мы как будто бы наблюдаем за нашими прекрасными депутатами, и они понимают, что за ними следят. То есть даже это было 10 человек, но внимание приховано. Ну и так как видно, что это не проплачена акция, я думаю, что хотя бы если два человека обратят на это внимание, то это уже будет неплохо, то есть это обязательно необходимо делать. Вот такая акция протеста, ну, был целый комплекс требований к депутатам, ну а вот один, который мы слышали, это требование поправки к трудовому законодательству, к трудовому кодексу. Вот Юрий Уценко, глава фракции президента в парламенте, и сказал, что лучший гей-парад на Крещатике, чем российские танки в центре украинской столицы. Лично я с ним согласен, а вы? Ну, нам не нужны ни российские танки, ни гей-парады. Нам это кому? Украинским гражданам, и мне в том числе. Я говорю за себя и за множество людей, которые объединены в рамках наших общественных организаций, и в рамках того круга, в котором я вращаюсь, и в рамках того общения с людьми, с незнакомыми даже с кем я общаюсь. Поэтому я абсолютно категорически утверждаю, что это позиция огромного количества людей. Я даже смею заявлять абсолютно большинства людей, что нам не нужны ни гей-парады, ни российские танки. Поэтому такой прием лингвистический Юрия Луценко просто свидетельствует о его мастерстве в публичной демагогии, не более того. И это, безусловно, такими демагогическими фразами вряд ли можно заглянуть вглубь сути проблемы. Ну, что касается акции, которая сегодня происходила. Я лично был под Верховной Радой, и в Верховной Раде сегодня наблюдал за всем, что там происходит. Последний его человек сказал, что эта акция не за деньги проходит. Ну, возможно, им гонорары не платят специально за участие в акции. Ну, в общем-то, большинство участников акции – это штатные сотрудники неправительственных организаций, существующие на западные деньги. А что, это их работа? Да, да, это их работа. Это их позиция, простимулированная деньгами, грантами. Поэтому это достаточно такое странное явление. Подождите, а вы что же состоите в христианской организации? Да, ну так мы… Значит, тоже вы за деньги это делаете? Нет, мы же не получаем зарплат никаких. То есть это абсолютно гражданская позиция людей, верующих, неверующих, которые выходят, проводят свои акции. И что касается самого этого сути вопроса, сути требования, то, безусловно, вносить изменения, дефиницию сексуальной ориентации в проект Трудового кодекса – это покушение на права и на свободу других людей, которые исповедуют абсолютно другие взгляды и убеждения, которые считают, что это может нарушить их взгляды, их права, их чувства и их убеждения. Ну, например, если бы такая поправка была принята, а я уверен, что она не будет принята, то, например, приходит человек, который публично-демонстративно практикует гомосексуальный образ жизни, устраивается на работу в церковный приход личным водителем или администратором, или ему, безусловно, отказывают на основании очевидных причин, и, безусловно, у него появляется основание в судебном порядке, требует, чтобы его церковный приход взял на работу, или лесбиянка-воспитательница в детском садике. Подождите, а в чём проблема лесбиянки-воспитательница в детском садике? Если она там не целуется, не знаю, там не... Ну, целует... Она, в принципе, целоваться при маленьких детях нехорошо, наверное, да? Да, я вам... Ну, а при чём тут лесбиянка-не лесбиянка? Так в том тоже дело, мы же... Обратите внимание, что не мы же выносим проблему сексуального поведения в публичный дискусс. Понимаете, если, например, сейчас... Это они вынесли. Я считаю, что ни при чём. Окей, ни при чём, но просто сейчас, грубо говоря, если по законодательству, если директор детского садика узнаёт, что девушка лесбиянка, она говорит, ага, ты лесбиянка, ты будешь там, как это... Развращать маму детей, непонятно как, и уволить её. Судя по нынешнему законодательству, которое я напомню, 1971 года, да? Когда гомосексуализм в Советском Союзе был вообще под запретом. То есть это была статья Уголовного кодекса. Да, можно было уволить. Если примут эту поправку, то нельзя будет уволить. Ну, я вам... А в чём, например, вот девушка или парень, там, гомосексуалисты, девушка лесбиянка, которые, вот, не знаю, там, воспитатели в детском садике или учителя в школе. Вот в чём они вот так опасны? Они, во-первых, никто никого не спрашивает о его предпочтениях в сексуальном поведении. Вообще для меня сексуальная ориентация вообще термин совершенно искусственный. Это просто предпочтение в сексуальном поведении. Кто-то так, кто-то так. Никто никого не спрашивает. Вопрос в том, что, как правило, это ж мировая практика, всем об этом известно, что представители ЛГБТ-сообщества, они мастера и специалисты в устраивании правовых и юридических прецедентов. Поэтому, если такая норма появится, то, поверьте мне, будут обязательные прецеденты, когда такое поведение гомосексуально будет демонстративным. Например, педагог или воспитатель детского садика в социальных сетях демонстрирует свой определённый образ жизни. Безусловно, дети за этим следят. И родители должны иметь право выражать свои протесты и претензии по этому поводу. И у заведующего учебного заведения должно быть право решать этот вопрос так, чтобы это не причиняло ущерба моральному здоровью детей. Поэтому мы сегодня говорим о том, что у всех должно быть право отставить ту позицию, которую они занимают, а не устраивать дискриминацию дополнительную. Сегодня никаких проблем нет ни вот у этой группы, о которой вы говорите, в трудоустройстве или в увольнении. Мне такие прецеденты неизвестны. А даже те редкие случаи, которые якобы всплывают в средствах массовой информации, при более глубоком рассмотрении, становятся очевидным, что это просто такие специально созданные практические кейсы, при соответствующей поддержке для того, чтобы просто эту тему выбрасывать в общественный дискурс. Я утверждаю, что проблемы такой нет, она искусственна. Поэтому саму дефиницию сексуальной ориентации нам просто указывают некоторые страны прописать, и вот депутаты, склонив голову, будучи ломаемыми через колено, иногда вынуждены это делать. Ну, это цена безвязового режима, но тем не менее. Вот просто я рос и учился в Италии. И мой преподаватель, женщина в лицее по истории и философии была лесбиянка, об этом знали все. Ну, она не вела себя, как сказать, провокационно, да, то есть она не занималась чем-то там крамольным, да, при учениках, и никому в голову ни из родителей не пришло, там, идти к директору лицея, говорить, что что это такое, там, у вас преподаватель лесбиянка. А вы говорите, что у родителей должно быть такое право, пойти к директору, сказать, что вот, ваш преподаватель других сексуальных предпочтений, как вы говорите, и поэтому он не имеет права воспитывать. Вот я возвращаюсь тогда к вечным ценностям, свобода. Что тогда для вас свобода? Свобода — это каждый человек может действовать в соответствии с своими личными убеждениями и нести ответственность за эти убеждения перед собой, перед своей жизнью, перед Господом Богом. Вот это и есть свобода. Никто не покушается на право человека исповедовать и практиковать определенный образ жизни. Вы покушаетесь на право человека, на право профессионала преподавать детям. Причем преподавать не сексуальную ориентацию, а преподавать, не знаю, историю, математику. Нет, мы на право не покушаемся. Мы говорим о том, что определенный образ поведения, например, если… Но он же личный, он же… Так, ну и что человек, который любит злоупотреблять спиртными напитками, он не будет преподавать детям? А вы это сравниваете? Я это сравниваю. То есть вы считаете, что алкоголик и гомосексурист это одинаково? Да, я считаю, что это пороки одного уровня. То есть это принципиальная позиция, что это такой же порок. Один проявляется одним образом, другой проявляется другим образом. Поэтому человек, который публично практикует какой-то порок, это является недопустимым, например, в образовательных процессах. И в разных компаниях у кого-то есть дресс-код, приходим в такой одежде, у кого-то есть требование, что не ходим в нетрезвом виде на рабочее место. В других компаниях есть требование, что люди, которые демонстративно практикуют однополый образ жизни, недопустимы по моральным соображениям в нашей организации. Такое право должно быть у работодателя, такое право должно быть тем более у государственных учебных заведений. Исключительно из этих соображений мы подходим. Вот вы мне скажите, вот когда Гидо Вестервелле был министром иностранных дел в Германии, а он открытый гей, причем он даже ходил на официальные приемы со своим партнером. То есть он порочил образ Германии на мировой арене, с вашей точки зрения, правильно? Конечно, в некоторые страны, как вы знаете, возникли сложности в организации дипломатических визитов этого конкретного министра иностранных дел в некоторые страны. Так это проблема Гидо Вестервелле или этих стран? Это проблема международных отношений, дипломатических отношений государства Германии с другими государствами. И, безусловно, это создавало дискомфорт в том числе для этой страны. И после каждого визита главы тех государств от местных жителей систематически получали претензии, что он встречается с такой, так называемой, супружеской партой. Смотрите, вот согласно тому, что дошло до наших дней, греческие философы, Сократ, Аристофель были гомосексуалистами. И, по вашей точки зрения, они не должны были никому ничего рассказывать и сидеть тихо дома и не выходить оттуда. Ну, потому что зачем выходить и извращать молодежь? А были, да, в то время тоже были такие разговоры. Но, тем не менее, величайшие умы, величайшие педагоги. Ну, и что? И что? Мы опять возвращаемся к свободе. И к тому, я хочу напомнить, что сейчас 21 век. Что, например, сотрудником Белого дома стал впервые в истории трансгендер. Да, то есть человек, который изменил свой пол. Ну, вот он родился мальчиком или девочкой, я уже не помню. Но он себя ощущает другим. Да, вот некомфортно ему с теми гениталиями, которые ему... Маленькие бывают, там, извращения, отклонения. Ну, так что теперь это предмет публичного дискурса у нас? Я просто не могу понять, к чему вы клоните. Да, это предмет публичного дискурса. Потому что, вот вы говорите, что депутаты правильно сделают, что они не проголосуют эту поправку. Конечно, да. А европейцы нам скажут, ну, такие, какие вы есть, вы не подходите. Вот не можете вы стать членами ни Евросоюза, ни получить либерализацию визового режима. То есть, ну, знаете, просто вашу... Вам же врут, что дадут либерализацию. Вот Молдова, например, приняла эту норму. Она несколько лет ждала, чтобы что-то либерализовали. Вам врут, всем нам врут. То есть, я вам утверждаю, что даже... Есть другие проблемы у Молдовы, которые связаны с коррупцией. Так я же не смешиваю. Такое ощущение, что в Украине проблем нет. Но есть чисто формальные вещи, которые заказаются законодательством. И есть вещи, которые касаются нашего бытия. Коррупция – это наше бытие. С этим надо справляться, да? Потому что это уже... Справляться. Чего мир сошелся клином на термине сексуальной арендации? Мир не сошелся клином. Это один из элементов. Просто депутаты так ставятся в позу. Нет, мы ни за что за это голосовать не будем. Ну, молодцы, они обязаны отстаивать позицию своих избирателей, а не европейских чиновников. Но европейцы хотят... То есть их избиратели... А украинские граждане не хотят. Они говорили про европейский выбор. Они же не говорили про избирательные кампании про «мы против геев» и там еще что-то. Они говорили «мы за европейский выбор». Украинские граждане требуют от них не голосовать за эту поправку. Не могу понять, в чем вопрос. Но это демократия. То есть Украина будет требовать от Европы измениться или взять ее такой, какой она есть? Украина сохраняется... Поляки приняли эту поправку, понимаете? Поляки – католическая страна, суперкатолическая страна. И как-то, ну, не стало там, по-моему, более аморально. Сегодня каждая страна имеет право сохранять свою идентичность. В Италии, как вы знаете, до сих пор никто не поддается на эти требования Европейского Союза. В Венгарии конституцию изменили запретив однополые браки. В Италии идутся разговоры по поводу... Во Франции миллион человек выходит на улицу против однополых браков на самую массовую уличную акцию со времен Великой Французской революции 1789 года. Поэтому не нужно рассказывать легенды о том, что в Европейском Союзе поголовно все поддерживают гомосексуализм. Может, значит, не поддерживают поголовно. Я просто не понимаю, в чем проблема гомосексуализма. Так не мы же проблем не создаем. Это гомодвижение создаёт проблемы. Гомодвижение. Они говорят, вот есть мы, вы нас дискриминируете. Так кто это что? Потому что вы говорите, ага, ты гей, ты не можешь преподавать. Ну, вы же сами пример этот преподаваете. Нет, так если он демонстративно что-то делает, конечно... А что значит демонстративно? Ну, я вам объяснил. В соцсетях публикует, приходит на рабочее место, объясняет даже детям, говоря, что это нормально. Нет, приходит на рабочее место как? На рабочее место, например, со своим партнёром и демонстративно себя ведёт определённым образом. Вот такие вещи, они являются, безусловно, недопустимыми. А если, например, приходит преподаватель, мужчина со своей женой в класс и начинает целоваться, это нормально? Тоже плохо, наверное. Ну, если муж пожелает поцелусь с женой, это, по-моему, никаких проблем нет. Нет, а почему? Ну, это место, чтобы в классе школьном этим заниматься, целоваться? Да, ну, это естественно. Я не говорю целоваться. Всё, что естественно, не безобразно. Ну, вот геи считают, что они тоже ведут неестественный образ жизни. Ну, большинство родителей так не считают, так что теперь? Большинство кого? Родителей. Ну, я не знаю, как считают родители. Большинство статистику надо... Так давайте спросим. Не спрашивай, надо пройдить статистику. Статистика вещь серьезная. А теперь я вам отвечаю, что во всех странах, где легализировались так называемые однополые гражданские партнерства, почти нигде это не проводилось путем общественного референдума. Почти везде это проводилось путем судебных решений или же голосования в парламенте, где ломали через колено. Всё верно. Потому что сама идеология гомодвижения, она же не терпит демократии, она не терпит свободы слова. Потому в некоторых странах сегодня штрафуют людей, которые осуждают это явление. Смотря как? Ну, как. Даже вот как-то озвучить. Поэтому я говорю о том, что то, что мы говорим и то, что мы делаем, мы защищаем просто право человека. На свободу слова, на свободу вероисповедания. И никто не вмешивается в личную жизнь кого-то. Это его личное право. Понимаете, у нас просто в Конституции написано, что мы все равны перед законом. И если закон потом, уже подзаконные акты и так далее, не защищает права одной категории граждан, хотя все равны, то это плохо. И поэтому, как вы говорите, геи вот туда-сюда. Геи идут по путю закона. Они отставят свои права всегда в суда. В человечестве огромное количество пороков. Давайте сейчас в законе каждый порок прописывать, который защищается дискриминацией. Понимаете, пороки, они неотъемлемая часть человечества. Ну так давайте, почему гомосексуализм как порок прописывается в законодательстве? Я не считаю это пороком. Я считаю, что это просто, ну вот, кто-то гомосексуалист. Ну и все, ну и что? Ну да, ну так это же, зачем в закон это прописано? Никто же его не трогает. Потому что, понимаете, если вот вы, например, сравнились с алкоголизмом. Когда алкоголик приходит в класс, он не в состоянии вести урок. Ну не в состоянии. Подает тут пример определенный. Нет, ну дело не в примере, а просто не в состоянии, потому что его клетки в мозгах уже неправильно работают. Да, они там все загорели, все пропитались алкоголем. Нет, ну алкоголизм, это может быть шизофрения, фобия какая-то. Шизофрения, ну да, ну шизофрения тоже сложно преподавать. А вот быть геем, здравым умеет преподавать, я не вижу проблем. Окей, но вы вот, я вижу, что вы в принципе очень сильно хотите блюсти за общественной моралью. Или по крайней мере... За правами человека. Ну, хорошо, за правами человека, назовем это так. Вот, вы как-то заметили, что на телеканале СТБ выходит такая программа «Битва экстрасенсов». То есть, вернее, заметили это не только вы, заметили это и многие телезрители этой программы. Вы что-то сказали, вот вы скажете, что, потому что после этого на вас СТБ, телеканал, подал в суд и уже выиграл первую инстанцию и апелляционную инстанцию. То есть, что они от вас требуют и чем вы их обидели? В прошлом году, в 2014 году, если я так правильно помню, весной, то ли в начале лета, мы просто обратились к телеканалу СТБ. Ну, во-первых, телеканал СТБ системно, много лет, в вечерний прайм, в ежедневном формате транслирует программы типа «Битва экстрасенсов» и и подобные. Вот, с недавних пор есть детские программы «Битва экстрасенсов», где несовершеннолетние привлекаются для различных проведений оккультных экспериментов. Поэтому мы написали просьбу, как журналистское экспертное сообщество Ассоциационного медиа, наши аргументы, где мы выразили свое несогласие, свое мнение с тем, что подобные программы наносят вред моральному, духовному и психическому здоровью населения. А какую форму имело это заявление? Это было письмо, нет, вначале это было персональное письмо телеканала, которое мы отправили на почту с просьбой воздержаться от показа и трансляции дальнейших таких программ или как минимум разместить в позднее вечернее время, там после 23.00. Ну, вы предложение несли. Да, поэтому было первично такое. Мы ждали некоторое время, более месяца, не дождались от них никакого ответа, хотя они утверждают, что не высылали ответ, но мы его не видели и не получали. После этого лишь, после этого подчеркиваю, мы написали такое же аналогичное письмо в органы государственной власти, которые отвечают за регулирование деятельности вещателей, например, Национальный совет по телевидению, радиовещанию, прокуратура, с просьбой воздействия на этот телеканал. И вот уже это письмо в органы власти мы опубликовали у себя на сайте. Телеканал посчитал, что факт публикации этого заявления на официальном сайте нашей организации, он порочит их деловую репутацию. Наше утверждение, что эти программы вредят моральному, духовному и психическому здоровью населения и посчитали необходимым подавать в суд на нас с требованием опровергнуть это утверждение, а фактически они таким образом покушаются на наше право иметь свои убеждения и публично их озвучивать. А почему вы считаете, что программы, как битва экстрасенсов, наносят вред духовному и психическому? Ну, даже не духовному, а духовному я понимаю, а вот именно психическому здоровью зрителей? Почему? Была бы у нас возможность по времени, можно было бы посмотреть. Но у нас немного времени еще есть. Нет, посмотреть мы не можем, мы же это втаскиваем право другого канала. Мы в суде, в общем-то, предоставляли эти все документы, мы даже сделали подборку видео. Это когда прямо в программе люди теряют сознание, это когда прямо в программе участницы программ говорят, что мне это не понравилось и вселяется определенный страх. Это тоже не вымышленные вещи, это просто сами участники программы, даже в эфире это транслируется, ведут себя в состоянии абсолютно искаженного психического восприятия. Теряют сознание, говорят о страхе зрителей, также об этом часто системно свидетельствуют. Поэтому весь видеоряд, который формируется, подчеркивается, что это документальная программа, не художественная, не вымысел, даже игровое кино в таком формате, оно достаточно деструктивно влияет. Но уж тем более это показывается как документальная программа. Фактически демонстрируется обществу убеждение, что экстрасенсы могут решить проблемы даже вместо следственных органов или медиков, что они лучше ищут преступников, например, или лучше решают проблемы физического здоровья человека, или психические душевные расстройства могут помочь от них избавиться. Фактически такое засилие, ну такого откровенного оккультизма, сатанизма и черного мракобесия в умы и сердца людей, в том числе детей, подчеркиваю, потому что в последнее время дети привлекаются, ни раз, ни время от времени, ни один раз в месяц, много лет подряд, каждый вечер. Подчеркиваю, что не мы подавали судебный иск, наша позиция такая, что мы любые вопросы стараемся рассматривать и решать в формате общественного диалога, в лучшем случае, в худшем случае, в формате общественного давления. Но тем не менее мы сейчас отставим свое право на свободу убеждений в суде. Да, единственное, я Руслан не очень понимаю, просто понимаете, вот те упреки, которые вы ставите в битве экстрасенсов, именно, да, что там оккультизм, какие-то люди себя ведут, ну, не то, что неестественно, но так необычно, можно так сказать. Ну, в принципе, то же самое говорят атеисты в отношении христиан или любых других верующих. То же самое. Ну, например, превращение, вот понимаете, вот сам акт, что мы, ну, если католики, да, пьют красное вино в церкви и едят просверку, это кровь и тело Иисуса Христа, это каннибализм. Ну, есть такое мнение, что это, ну, вы просто уничтожаете психику людей, вы их превращаете в каннибалов. Или многие другие, да, вот какие-то там необъяснимые вещи. Вот, в принципе, экстрасенсы, да, они как бы пытаются объяснить необъяснимое. Церковь делает то же самое. Я тут, может быть, больше даже заслежу какую-то конкуренцию за умы, нежели там развращение какое-то. Мы предоставили большое количество, например, подписителей и зрителей. Мы предоставили экспертное заключение профессора Чабана, доктора психиатрии. Мы предоставили заключение людей, которые утверждают, что оккультные вещи, черные, дьявольские, откровенно, они вредят, наносят вред. Поэтому сравнивать черта с Богом, дьявола со светлой силой. Но Гуфер, это же первый ангел. Понимаете? С вами тут не поспоришь. Да, и он был… Все от Бога, это же дьявол. Он творение. Он творение Бога. Он творение Бога, который взбунтовал против Бога и, безусловно, сейчас ведет духовную борьбу против Божьего Царства и против Бога. Но это уже такой предмет теологической дискуссии. Но мы сегодня говорим о том, что это программы, которые, по мнению зрителей, по мнению психиатров, по мнению священнослужителей, подчеркиваю, всех конфессий, католиков, протестантов и православных, всех патриархатов, это убеждение, что это наносит вред. И от трансляции подобных программ мы просим воздержаться. Вот это единственная наша позиция. Поэтому нас удивляет, что телеканал настолько деструктивно и агрессивно себя ведет, вместо того, чтобы подкорректировать свою эфирную сетку. Окей. Но я эту фотографию подобрал не случайно. Вот мы видим руку с телевизионным пультом. Ну вот не нравится вам телеканал СТБ? Приключите. Вот нет уже, как в России, государственные программы телевещания, где каждый день тебе будут говорить, что украинцы, укропы, фашисты и так далее. Нету, да, там только на дождь не можно уйти, и то потом и дождь вышвырнет. В Украине такого нету. Каждый канал вещает то, что считает нужным. Каждый канал борется за своего зрителя в первую очередь. Он не борется за умы, он борется за деньги. Ему больше ничего не надо, ему нужны деньги. А вы тут устраиваете какую-то нравственную, не знаю, прямо... Ну, с крестовый поход. Скажите это слово «инквизиция», я прямо ожидаю вас. Нет, это никакая инквизиция. Смотрите, я... Это крестовый поход. Да, я хочу сказать, во-первых, мы любим и уважаем телеканал СТБ, как и все остальные каналы украинского телевидения. В доказательстве этого хочу подчеркнуть, что у нас в рамках новомедиа-форума проходит ежегодная церемония новомедиа-эвордс. Это награждение светских журналистов, не церковных, общественно-политических телевизионных каналов за освещение вечных ценностей. И ирония заключается в том, что телеканал СТБ – единственный телеканал украинский, который каждый год получает награду от нас за различные материалы. То ли в новостях, то ли там у них несколько семейных программ, которые мы считали нужным отметить. Поэтому это не какая-то там война против телеканала СТБ. Ни в коем случае. Скорее, даже СТБ ввел войну вам. Да, да. То есть мы абсолютно лояльны к телеканалам. Я считаю, что телеканал СТБ и менеджмент телеканала весьма крутые и эффективные, как телевизионные менеджеры. Мы говорим о конкретном телевизионном продукте, которое на наше убеждение вредит общественному здоровью, такому духовному и психическому. Что касается того, чтобы переключить. Согласен, можно переключить безусловно. Или выключить вообще. Да, обратите внимание, что я подчеркиваю, это идет в вечернем прайме в районе 19.00-20.00, когда, например, дети могут смотреть без контроля родителей. И уж поверьте мне, тот видеоряд и то мастерство режиссуры, которое там используется, действительно сильно увлечь внимание зрителей. Второе. У нас, тем не менее, в законодательстве, например, или в различных этических кодексах журналиста, даже если это не в законодательстве, не рекомендуется показывать крупные планы насилия, половых органов, жестокости. Тобто есть вещи, которые по объективно общему консенсусу и согласию наносят вред. Поэтому, конечно же, можно и это переключить, не смотреть. Но, тем не менее, почему-то считается, что это нужно еще в законе прописать. Именно из этих соображений мы считаем, что и это можно переключить. Но, тем не менее, как очевидную вещь нужно прописать, что это не подлежит трансляции, тем более вечерний прайм-тайм. Спорный вопрос. Очень спорный, потому что есть, например, я не знаю, как можно показать и рассказать про Холокост, не показывая горы трупов, где видны даже гениталии, между прочим. Ну, видите, это, тем не менее, вы, как журналисты, знаете, что есть общее согласие и консенсус журналистов, что некоторые вещи мы демонстрируем и не показываем. Некоторые вещи, да. Ну, скажем так, зависит от времени. Пропаганду фашизма или еще что-нибудь. Это же не пропаганда, я говорю, показывать факты. Потому что, ну, вот, потом люди себе думают, что война – это некая какая-то романтика. Они начитали книг, они себе это представили, они посмотрели фильмы. Ну, это уже предмет профессиональной дискуссии в журналистских кругах, тут есть о чем поговорить. Но я к тому, что есть конкретный перечень тем вопросов изображений, которые не рекомендуются к показу. Поэтому из этих соображений мы считаем, что и подобный оккультный контент, он должен быть не рекомендован к показу. Окей, наше время истекло на сегодня, по крайней мере. Спасибо Руслану Кухарчуку за эту беседу. Оставайтесь с нами. Спасибо.